здравствуйте это кафхаки рефорд сейчас хотел поделиться некоторыми мыслями насчет следующего вопроса вопрос у нас это возможное закрытие youtube так вот это для нас конечно будет серьезно то есть это серьезное такое изменение либо формата либо измерения изменения площадки где мы выкладываемся вот свете сегодняшней уборки у нас сарае где мы уже ну по чуть-чуть освобождаем места для нашей нашего нового урожая вот в принципе некоторого рода смена платформы будет такого же рода уборкой то есть смотрите наши скорее всего заниматься перестановкой перри залив перри заливкой всех наших старых видео скорее всего мы не будем ну просто и времени нет да и желание не особо много потому что ну многое что мы раньше рассказывали поменяла актуальность и либо стало не актуальным либо может быть как-то пере пережило свое время когда оно было и сейчас например мы многие вещи делаем немножко по-другому поэтому поэтому тут есть два путя как говорится первый путь это либо желающим помнить и знать про то как у нас все начиналось как хозяйство постепенно росло как мы строились как мы понемногу водили землю в оборот как мы переходили к новым технологиям и так далее просто вот ну потратьте время пока вот еще грубо говоря youtube работает пересмотрите видео хотя бы пройдитесь по названиям посмотрите может быть что кому еще актуально просто реально прослить пролистайте все видео вот больше там 600 я уже не знаю может быть 700 видео наших кому что актуально интересно пересмотрите вот ну советую реально потратьте может быть вот кто нас активно смотрит потратьте вечерок может быть два вечерка перелистайте вот с первого по последнее может быть скорее всего кому-то будет полезно старая информация потому что самая главная проблема в закрытии youtube это пропажа старых роликов то есть жалко будет что какая-то информация будет просто утеряна поэтому но ее конечно можно будет получить через в пн там если кто захочет но это ну ну не знаю может быть кому-то это неудобно может быть кто кто-то справится так вот поэтому свете этого я и хотел вам сказать первую очередь пересмотрите старые ролики а где как мы откроем новый канал ну тут еще определенности нету но я думаю кто ищет тот найдет как говорится принципе и рутуб в настоящий момент уже так не так плохо то есть там и скорость повысилась работы его ну конечно там актуальных пользователей не так много но возможно и на рутубе будем выкладывать видео может быть где-то яндекс дзен а может быть вообще и вконтакте то есть я думаю если будете искать искать то найдете обязательно вопрос в том что этим то и определяются в том числе и наши подписчики и активные подписчики да и в основном те кто по сути нас смотрит они как говорится найдут уж извиняюсь за такую прямолинейность но по факту так есть подписчиков там у нас тысяч почти 80 а ролики просмотров там но 57 тысяч просмотров бывает поэтому вот я думаю те кому надо из этих 5 7 тысяч человек я думаю найдут нас в любом случае если хотят вот подписчики которые есть номинально это 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 вообще ничего не значит ну поэтому видео не особо познавательное но по факту советую пересмотреть старые ролики тогда у вас будет шанс ну либо вдобавок потом переспросить в новых роликах уже чтобы мы что-то повторили либо просто для себя почерпнуть но информацию которая скорее всего через который мы уже прошли потому что в нашем пути мы сталкивались многим и все это выложено у нас в блоге то есть ну вот такие вот дела а пока сейчас мы готовим место для работы нашего овс для работы нашего купли нового купленного нами газона который будет в этом году скорее всего возить зерно с дальних полей то есть мы у нас есть одно поле где где рапс пошел вместе с пшеницей и вот придется одновременно и сортировать пшеницу от рапса и все это фасовать big bag и ставить на хранение что-то ну и в конце концов возить это придется скорее всего на вот этом новом газоне не знаю я не помню снимала ли папа про него видео но газончик интересный купили мы его по месту грубо говоря у соседей так попало что рядом продавался ну конечно не новая машина но машина по моему пока рабочая двигатель бензиновый ну свои в нем нюансы имеются чуть-чуть подтекает цилиндр задний подъема так мы уплотнили кузов чтобы можно было возить зерно там вот все сделали про проложили резинки вот сверху и резинку тут тоже везде вон там все уплотнено зерно уже можно возить на нем и самое главное что он ездит быстро этого мне не тракторная телега которая катит дребезжит со скоростью трактора это уже газон это уже настоящая автомобильная техника первый впервые как бы мы такой обзавелись и вот на нем будем пытаться привозить соответственно увеской сортировать то что идет рапс пойдет в мусор его будем сразу фасовать big back с помощью гибкого транспортера но это все увидите потом и итоговую пшеницу отделять будем сразу big back на погрузчике то есть но газон вот этот становится получается во главе угла возможно мы и прицеп какой-то переоборудуем на выгрузку навалом зерна то есть но тут надо либо снять вот это все агрегат весь этот агрегат и отцепить его здесь соответственно станется вот эта вот шторка открыл закрыл поднял открыл высыпалась большую часть потом подгреб изнутри ну или или вообще борт открывать снять это все и чтобы задний борт открывался ну переделок много но не знаю посмотрим вот ну либо выгружать через шнек также просто в одну точку как бы на пол прямо было бы удобно скорее всего ну такая информация для вас немножко и познавательного немножко из вопроса нашего существования на ю тубе ну и так далее так что если потеряете вдруг доступ к ю тубу либо нас там не будет не знаю вы просто ищите и найдете как говорится кавхаги рефорд скорее всего название вряд ли поменяется а в остальном ну кто хочет тот найдет я всего хорошего до свидания